всем доброго дня дорогие мои ну вот в Анталии сейчас половина первого я поехал по делам кое-какие дела сделал на машине пришлось здесь СРТП ездил СРТП это значит крутая крутой холм здесь везде холмы СР это крутой холм хотя здесь везде крутые холмы ну вот пока по поездил прочитал ваши комментарии но опять продолжается комментарии по Казахстану который я сделал ролик я что хочу сказать дорогие мои у меня вот планирую планирую поездку Казахстан но у меня какая цель цель первая она при напрямую связана с моей сейчас настоящей деятельностью блогерской хотя я уже говорю что да и вы сами тоже наверняка смотрите от моего блогерства как бы скажем так как у Хаджана Среддина вот же на Среддину пришли сказали Город у вас говорит это жена Город что-то на рынке торгует Город яйцами говорит она Город бизнесменом стала Город бизнесмен крутая бизнесмен а как это крутой яйца Город по 10 копеек Город покупает Город отваривает Город их уже отваренном виде говорит по 9 копеек продает но это говорит, ущерб, говорит, а вы что, говорит, по 10, говорит, сырую покупает, по 9, говорит, вареную. Ну, это же, говорит, бизнес, она, говорит, бизнесменом называется, это, говорит, бизнес, для нее это, говорит, бизнес. То есть, у меня то же самое, почти так же, вот, но, тем не менее, тем не менее, я считаю свой канал народным каналом, вот, спасибо большое за ваши комментарии, за ваши подписки, и почему я хочу, вот, поехать, съездить в Казахстан. Первое у меня, это, я хочу разрушить миф, миф о том, что там, вот, ущемляют, как говорится, других людей, вот, например, да, не казахоязычных, да, вот, русскоязычных. Я хочу взять интервью у русскоязычных людей, как им там живется, как им работается, и это выставить в роликах, чтобы у вас было уже, как говорится, реальное видение дел, понимаете. Потом, дай бог, если все нормально будет, и финансы позволят, конечно, финансы, на дорогу очень много денег уйдет, я это знаю. Вот, с моим этим блогерским доходом, конечно, я даже билет в один конец не смогу купить. Вот, хотел бы еще поехать и в Таджикистан, и в Узбекистан, в Киргизию, где живут в основном большинство, как говорится, русскоязычное население. И у них побеседуют об их работе, желательно бы, чтобы познакомиться с их семьями, как они живут, как они работают. Хотя, хотя, я сразу хочу сказать, у меня очень много друзей с Казахстана, вот, которые мне говорят все как есть. Я с ними созваниваюсь все время по телефону. Но, как у нас говорят, один раз увидят, чем тысячи раз услышат. Хотя, я моим друзьям верю, знаю, что это правда. Но, хочется, чтобы и вы это увидели, понимаете. Чтобы и вы это увидели, вы своими глазами посмотрели, все. Вот, тут далеко уходить не надо, тут далеко уходить не надо. Вот, посмотрите, вот, блогеров из Казахстана. Да, я просмотрел очень много блогеров из Казахстана. Я вам сразу хочу сказать, что... Вот, где-то на процентов 80 не казахи блогеры. И доходы достаточно такие велики. Я посмотрел, даже у некоторых доходы доходят до четверть миллиона долларов в год. Понимаете. Также они рассказывают о еде, о здоровом образе жизни. Вот. И миллионами-миллионами подписчиками. Понимаете. Они не говорят, что... А это же не казах, а это же не казашка. Народ смотрит. А это значит, что эта страна интернациональная страна. Это уже о чем-то говорит. Я вот вчера посмотрел, я вам выставил уже, что по Утерлинге, вот этот, который качаю, вот паралимпийских играх, вот, Дементьев, по-моему, взял золото, да? Пожалуйста, русский мужик. Ну, вот паралимпийцы, вот это золото взял, Олимпиады сейчас. Вот. Русские девушки, тоже олимпийцы из Казахстана, под олимпийцей, под казахстанским флагом, понимаете? Это, конечно, все говорит так, но хочется, чтобы реально тоже с людьми поговорить в настоящем времени. Вот. Хочу пройтись по улицам, побеседовать с людьми. И мне уже, как говорится, мой близкий друг Усен, вот, уже, вы, говорит, только сообщите, я, говорит, вас с аэропорта забираю, у меня будете жить. Мира, вам спасибо. Вот. Мира, вот, предоставила мне четырехкомнатную квартиру с видом на Медеево, короче, да? Друзей у меня много. Я знаю, что я там, в Казахстане, я буду как рыба в воде. Вот. Я поэтому хочу, вот, поехать и своими глазами, в настоящем времени побеседовать с людьми, как обстоятельства. Но! Хочу сразу заметить. Я политикой не влезаю. И вот то, что вы написали, есть комментарии, в которых описывается, что все распродали, все заводы, фабрики, все. Вы знаете, это повсеместно. По всем странам СНГ. Почему это случилось? Я же вам говорю же, когда, помните, я вам рассказывал, что при Советском Союзе, при Советском Союзе, вот, например, был завод, например, в Узбекистане, да? Комплектующие поставлялись из разных республик. Собиралась в одном заводе продукция. Тракторный завод, Ташкентский тракторный завод, если помните. Ташкентский авиационный завод, понимаете? Много предприятий было. Автобусы, трактора, самолеты, станки. В общем, все выпуска. Но комплектующие поступали из разных республик. Вот после распада Советского Союза, вот эта сепочка оборвалась. Понимаете? Оборвалась вот эта сепочка. Ну, как этот завод будет действовать, если комплектующих нет? С чего будут собирать? Понимаете? И поэтому закрылись. Большинство заводов, фабрик закрылись. Это не только в Казахстане. И в России то же самое. Я до сих пор помню. Томский электротехнический завод, Томский, да? Двойного назначения, 16-й завод еще его называли. Химическую продукцию, вот лаки там, всякие там, кислоты, им поставлял Чаржовский химический завод Туркмении. Когда называл Чаржовский химический завод имени Ленина. Понимаете? Оттуда вот за 5000 километров почти поставляла Сибирь. Вот понимаете? Так что вот это заводы, фабрики, при большом даже желании сохранить было невозможно. Но можно было, конечно, перепрофилировать их на выпуск другой профессии. Вот тут я с вами согласен. Что нужны были какие-то меры перепрофилированию этих заводов. Например, сегодня он выпускал трактора. Но завтра выпускает другую какую-нибудь продукцию, которую бы комплектующие бы непосредственно были бы у тебя в республике. Понимаете? Вот. Про аккумуляторный завод я вам написал. Талдокурган, аккумуляторный завод был. Вы написали, что его тоже вроде бы уже закрыли. Я не знаю. Крупнейший был. Талдокурган поставлял аккумуляторы. Понимаете? Очень много заводов было. Очень много заводов и фабрик. Я же говорю, сепочка оборвалась. Вот эта сепочка вот такая вот, да, комплектующими оборвалась. Вот Волгоградский тракторный завод. Почему закрыт? Комплектующих тоже, извините, того. Алтайский тракторный завод, Рубцовский, да? То же самое. Липецкий тракторный завод. То же самое. Понимаете? Вот комплектующих не было. Комплектующих не было. Если комплектующими связи оборваны, понимаете? Или комплектующие закрылись. Понимаете? Закрылись комплектующие заводы. Вот, например, где этот трактор выпускает, да? Вот. Они там собирают его. Шланги туда. Для насосов, для подъема механизмов в одном месте. Насосы. Вот. Такие обыкновенные. МШ называлась она. Вот. Они в другом заводе. Двигатель в третьем месте. Резинотехнический здесь в четвером. Шины в пятом месте. Вот, понимаете? Вот это все поставлялось и в одном месте собиралось. На заводы тоже выпускали кое-что свое. Но это было, как бы скажем так, предвыпускного вот такого характера. Покраска, например, кузов трактора, да, допустим, да, рама, шасси, да, трактора. Ну, вот, остальное все поставлялось из других, как говорится, республик. Вот эта цепочка полностью оборвалась, понимаете? Из-за этого вот это вот хаос получился, можно сказать, коллапс даже. Вот. И поэтому обвинить в том, что, ай, вот, повалено, ай, все там, короче, специально закрыли, нет. Специально никто не закрывал. Во-первых, раньше была плановая экономика. Те же самые трактора выпускались, уже знали, куда их поставлять. Голова не болела. По плану, вот, например, такую-то область только-то, такой-то это. Отправляли, и все. Все, склад готовой продукции, вагонами, эшалонами. А сейчас, если бы даже, допустим, наладили бы то же самое производство, найти клиента, найти клиента на эту продукцию, тоже большая проблема. Вот даже не будем уходить на такой глобальный такой. Вот я отделкой помещений, офисов занимался, да, моей бригады. В Томске, Сибири, да. Вот, вы знаете, найти клиента, который хочет свою квартиру отремонтировать, или офис, было легко. Было легко. Не так уж трудно. А вот трудности было, трудность составляла в другом. Вот как с него взять потом за выполненный объем работ денег. Понимаете? А твои работники уже отработали. Их не волнует, тебе он дал деньги или нет. Они требуют с тебя. Ты же меня нанял. Мы же эту работу сделали. Мои проблемы были не только найти клиента. Мои проблемы были еще и материалы, где дешево найти нормально. Но самое главное, было еще, чтобы забрать деньги у клиента. Понимаете? Это была тоже большая проблема. Я вам рассказывал, сколько случаев у меня было, что не хотят платить. Вот не хотят. Оказывается, это везде, повсеместно. Вот я недавно с соседом разговаривал. Он очень хороший электрик. Ну, возрастной человек на пенсии, но все равно он электрик. Он ездит, по отелям делает электричество, разводки делает в объекты. Он даже ездил на своей старой машине за 80 километров отсюда со своим сыном работал. И в последнее время он сидит. На улице сидит, короче, на ступеньках. Я к нему подошел. Я говорю, сосед, что без работы? Он говорит, да. Я говорю, а что, работы нет? Он говорит, работы-то много, говорит. Только платить не хотят. Платить, говорит, не хотят. Вот представляете, да? Вот это тоже. Очень много проблем. Вот многие думают, да, руководитель какого-то предприятия, да? У нас же говорят, кого больше всех в стадии бьют. Бьют верблюда. А почему верблюда бьют? Потому что у него горб высокий, он высокий. Понимаете? Поэтому кто выше, его бьют. Все тумаки на него летят. Они не знают, что этот высокий тоже страдает так же, как и другие. Понимаете? Поэтому в данное время, сейчас, рынок заполнен продукциями. Китай сейчас забил все вот эти нищие. По электротехнике, по холодильникам, по телевизорам, по электрическим машинам, автомобилям. Уже переплюнули Европу, всех странах, да? И вот найти свою нищу, рынок сбыта, да? Своей продукции, это огромный труд. Надо людям дать что-то другое, что-то новое, что-то дешевое, что-то хорошее, понимаете? Которое бы отличалось от других. Это очень большой труд, ребята. Это очень большой труд. Когда очень много товара, и ты хочешь туда свой же, тоже такой же товар пихнуть. Понимаете? Вот. Поэтому рынок потребителей найти очень трудно. И многие заводы, фабрики, конечно, из-за этого. Но, я еще раз хочу заметить одно. Казахстан можно даже назвать кормилицей очень многих стран. Не зря освоение селинных земель в Казахстане началось. Понимаете? Поднятая селина, там все вот это. Наверняка вы знаете, да? Вот это. Вот. Селина, очень много пшеницы. Очень много пшеницы. Пшеницы, по-моему, миллиард тонн даже. Я помню, в газетах было. Есть миллиард тонн пшеницы. Представляете, Казахстан. С 20-миллионным населением. Тогда не было, конечно, 20-миллионов. Тогда было где-то около 10-ти миллионов. Вот. Но старались. И в советское время старались тоже как-то вот. Кунаев был, да? Великолепный хозяйственник, да? Вот я могу сразу сказать. Великолепный хозяйственник. Вот. Который тоже старался вот создать вот это все, да? В благоденствии. Но я что хочу сказать. Пшеница. Вот агропромышленный сектор в Казахстане. Если его развить хорошо. Хлеб все хотят кушать. Все хотят мясо кушать. Все хотят овощи, фрукты кушать. Понимаете? Еда всегда будет ценнее. Вот если бы вот этот агросектор бы развили, да? Я думаю, вообще было бы супер. Тут уже ничего придумывать не надо. Еда. Еда. Главное еда. Сейчас уже вот этими электромобилями, там, электроскутерами, телевизорами, каким-то, ноутбуками уже никого не удивишь. А еда нужна всегда. Понимаете? Еда нужна всегда. И я думаю, что Казахстан сможет стать и кормилицей. Я, помните, сказал, Казахстан может локомотивом быть, да, экономики, да? Много у меня, конечно, таких было комментариев, что это не может быть, там все такое. Я не говорил, что она сейчас является локомотивом. Я сказал, что она может стать локомотивом. Может. Может стать и кормилицей. Может. Понимаете? Может. Тот же самый и в России Краснодарский край. Тоже жительница. Тоже жительница. Если его хорошо используют, хорошо. И у людей будет работа, и все. Тоже здравницы развивают хорошо по доступным ценам людям. Курортное лечение, все-все дело. Курортный отдых. А не по беспредельным ценам. Люди не будут никакой в Турцию езжать. Понимаете? Люди будут отдыхать у себя, если дешевле будет. Люди всегда кошельком своим меряют. Понимаете? Я всегда говорю, может. Но для этого нужно желание и сила. Желание и сила. Понимаете? Может стать локомотивом. И может стать и кормилицей. У нас очень много потенциала. Понимаете? В наших постсоветских республиках. Особенно от Казахстана. Я уже не говорю про все таблицы Менделеева. Там есть в Казахстане. Начиная от урана, кончая золотом, серебром. Все есть. Уголь, муголь. Все есть. А что такое там 20 миллионов населения? В некоторых странах в одном городе столько населения. В Стамбуле 20 миллионов населения. В Стамбуле. Я разговаривал с таксистами. Я говорю, ну где-то 15, нет, 20, 25. В одном Стамбуле больше населения, чем в Казахстане. Вот представляете, да, вот какое вот богатство. Столько территорий, столько возможностей. Вот. Конечно, может. Я поэтому верю, что все будет нормально. Я спрашивал у моего друга, у Сена. Я вот с ним разговаривал по телефону. Я хочу еще сколько... Ну, может сегодня, может завтра сейчас созвонюсь. Мне надо кое-что выяснить еще. По банковским делам, короче говоря. Все-все, мне надо все это выяснить. Я люблю все досконально. Ну, старый зануда, да. Но я люблю все как положено, чтобы было. Не так вот просто вот. Мамахплда, мамахпар, минвар самодайок. Да, короче. Так я не, нельзя. И вот он, я у него спросил, я говорю, Усен Джан, я говорю, как там с работой? Вот, например, я говорю, я приехал. Вот в этом возрасте. Могу я, говорю, работу найти или свой бизнес, я говорю, какой-то раздел. Он говорит, запросто. Почему нет? Запросто. Понимаете? Можно. Вот это самое главное. Работа. Там можно найти работу. Если бы там так было плохо, отсюда бы турки туда не уехали бы. Вот Оля написала, что там 70% одной национальности люди на рынке даже, простой рынке, да. 20% это 10% всего казахов. У казахов действительно, я хочу сказать, умные, добрые, интеллектуальные люди, но вот предпринимательской жильки нету. Предпринимательской жильки нету. Есть, но очень мало. Есть, вот предпринимательской жильки не хватает чуть-чуть, понимаете? Остальное все нормально. А сейчас, видите, доброта, это, как говорят, да, доброта или простота хуже воровства. Это не зря говорили. Понимаете? Поэтому я всегда подчеркиваю, что может быть, я и про локомотив экономики тоже сказал, Казахстан может быть, у него есть вся возможность у этой страны. И люди есть, и земля есть, и возможности есть. И я думаю, так и будет. И вот я хочу приехать просто еще раз, с людьми поговорить хочу, просто вот побеседовать. С русскоязычным в основном. Как у них там это? Как что? Хочу вот Оле на рынке поговорить с работниками. У нее очень много подруг, русских подруг, девушек, да, женщин. Вот иногда она рассказывает, вот у той-то день рождения было, у той-то это. Хочу побеседовать, как они живут. А потом уже вам выйдет готовый продукт, чтобы вы тоже имели представление. Всех вам благ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok